Поддержка программы «Особое мнение» Кировский кирпичный завод. Фундаментальный взгляд на строительство. Главное в строительстве. Надёжные поставщики. Каждая сэкономленная минута – это критерий качества нашей работы. Кировский кирпичный завод. Верный и ответственный партнёр на пути к вашей цели. Киров, Луганская, 59. Телефон 761-500. Особое мнение на 101FM Начинается программа «Особое мнение» в Кире 1306. Микрофон для вас работает Светлана Занько. А своё особое мнение сегодня высказывает координатор движения «Красивый Киров» Анатолий Курбатов. Толь, добрый день. Здравствуйте. Я сегодня очень внимательно смотрела утренние новости по всем практически кировским каналам. И, надо сказать, заметила, что коллеги очень активно освещают работу городской администрации и подрядных организаций по благоустройству нашего города. В рамках всех проектов, которые сейчас ведутся, от федеральных проектов, связанных с дорогами, до городского проекта по превращению города Кирова в город-сад путём устройства цветников, которых, правда, стало больше. Тут вот не поспоришь, правда же? Ну да. Но это не только кировский тренд, это по всем городам такая, по России. Вот. Мы сейчас сделаем с тобой такой... Мы пройдёмся по инициативам городским и по отчётам городских властей. И я думаю, что сможем сравнить с другими регионами. Ну, прежде всего, конечно же, сегодня красной нитью, как и в выходные дни, проходила тема сдачи участка тротуара по улице Ленина. То есть его принимали городские власти. Вышел пресс-релиз 25-го числа, в котором Александр Перескоков, который возглавляет городскую администрацию, сказал, что улица Ленина станет одной из самых красивых улиц города. И её ждёт комплексное благоустройство к юбилею города, кое наступит у нас, по-моему, через 6 лет. Во-первых, мне бы хотелось, чтобы ты оценил вот эту вот идею, инициативу. Я не знаю, что это такое. Это проект? Что это такое по превращению улицы Ленина в самую красивую улицу города? А во-вторых, может быть, ты сможешь оценить сам участок тротуара, который сегодня с такой помпой принимался? Потому что я вот по нему проехалась ещё полторы недели назад. У меня вопросы есть. Ну, благоустройство комплексное, да, как они говорят? Ну, звучит, конечно, немножко смешно. Комплексное благоустройство, да. Потому что там не оборудованно не выйдет со дворов, абсолютно больше ничего. Ну, надеюсь, что как бы это только самое начало благоустройства. У улицы Ленина есть самая большая шанса стать самой красивой улицей города. Потому что у меня всё для этого, в принципе, есть. Там довольно сохранилась очень хорошо историческая застройка. Не так много высот над домов. То есть, да, шансы большие. Ну, эту же тему они, по-моему, заявляли в прошлом году. Вот что говорит Александр Перескоков. Мы вместе с территориальным управлением Первомайского района работаем над развитием инфраструктуры улицы Ленина. Когда Перескоков об этом говорит, что он имеет в виду? Ну, это надо, наверное, возвращать у него. А ты что имеешь в виду, когда говоришь об инфраструктуре улицы? Ну, если говорить про тротуарах, то, конечно, тротуары должны быть просто, в первую очередь, непрерывно по всему городу. У нас их сейчас абсолютно нигде нет. Если говорить, там участок 50 метров, 150, хоть 200 метров. Это очень смешно, потому что на общее количество тротуаров Киро и 567 километров. И говорить о каких-то, как бы, 150 метров и, в принципе, с помпой, да, как там достижение, ну, у меня вызывает такую улыбку. Мне просто вообще интересно, когда говорят о комплексном развитии улицы и каком-то глобальном инфраструктурном проекте, даже пускай он касается одной улицы, все-таки улица Ленина, это такая магистральная улица, действительно городская, то хотелось бы видеть проект, проект этой инфраструктурной бомбы. Нет, на самом деле он был в прошлом году, даже представляю какой-то дизайн-код улицы, что с ним дальше произошло, я не знаю, но, как бы, я думаю, что проекты есть. Главное, чтобы эти проекты были не такие, как проект Ковчаровского парка, который сейчас реализуется. Да, мы о нем тоже поговорим. А где этот проект может лежать? Ну, я думаю, в МБУ архитектура, которая разрабатывает все проекты городские благоустройства. Вот хотелось бы, чтобы, когда такой проект город начинает, чтобы он где-то был в общем доступе выложен, что вот мы делаем, как вот эта Московская улица, да, большой проект. Вот, пожалуйста, улица Ленина в Кирой, вот он проект. Как у вас, например, парк, да, больше, чем парк, вот он проект. Пожалуйста, чтобы все зашли и посмотрели. Потому что у меня вопрос. Опять же, вот приняли эти тротуары. Мы с ребенком едем на велосипедах из Гагаринского парка домой. Это условно, да, тротуары, потому что там через каждые 30-40 метров выезды со дворов и бордюры по 15-20 сантиметров. Это при том, что у нас даже по нормативам, по-кировским, не более 4 сантиметра должен быть перепад, переходит с прежде части на пешеходную. А почему об этом они не говорят? Я не понимаю, почему так принимают работы, тем более, как бы так еще афишируя их, если они даже не соответствуют нормативам. Это вопрос, наверное, контролирующего. Просто это очень смахивает вот в таком вот виде, вот такая подача в таком вот виде. Пусть только они не подумают, что я сейчас принадлежу к части горожан и кировчан, которые долго-долго жили без хороших вестей и поэтому не могут воспринять ничего хорошего прямо сейчас. Да, как нам тут заявило наше руководство, что кировчане привыкли жить плохо и не могут радоваться тому хорошему, что нам дарят. Я радуюсь тротуарной плитке, только я не понимаю, почему она так глупо уложена, почему есть эти бордюры, почему эти есть выезды и при этом заявляется, что это будет какой-то глобальный инфраструктурный проект. Немножко в сторону, если власть и администрация заявляют, что кировчане привыкли бы жить плохо, вот, наверное, критикуют сами себя, потому что абсолютно все городские чиновники сидят на своих местах довольно долго уже. И первый срок. Абсолютно несменяемость власти, то есть это такое довольно не очень хорошее заявление, по-моему. А вот тогда мне интересно, мне интересно, почему так говорят и почему так делают. Вот уже одно ты сказал, что, вероятно, это говорит о компетентности тех сотрудников, которые участвуют в реализации этого проекта. Ну, это тоже компетентность, у нас просто нет большого желания работать, абсолютно формальный подход к исполнению своих рабочих обязанностей. Ну, а желание и мотивационная часть, это тоже часть компетенции, в общем, чиновников? Возможно. Это первое. А второе. Не предвыборный ли это такой пафос? Не поддержка ли это просто какой-то позитивной повестки в предвыборный период, чтобы не было каких-то ярких критических выступлений? Ну, я, честно говоря, к такому отношусь философски. Если хотя бы предвыборный период, будут какие-то хорошие вещи, то пусть они хотя бы будут хотя бы в это время. Хоть какой-то повод. Это лучше, чем там бюджеты выкинуть там в тестовке, которые, думаю, с почтовой ящик. Лучше изложить там что-то еще. То ли я хочу, чтобы ты, я знаю, что ты всегда за позитив. Вот скажи, пожалуйста, как к этой ситуации лучше относиться? Вот лучше здесь замечать только хорошее, говорить, да, классно, наконец-то замостили 200 метров тротуара? Или говорить, нет, ребят, зачем вы так сделали? Почему вы не давили до ума? Ну, тут же, вот, по-моему, в комментариях в паблике администрации там беседа вышла хорошая. Там сказали, вы молодцы, конечно, но вот-вот-вот-вот, вот такие у вас есть замечания, и когда вы устраните их. Так, а успела администрация ответить? Да, там по вечерам какие-то беседы идут. Серьезно? Да. Это прям нужно зайти и почитать? Ну, зайдите, почитайте. Хорошо, а ты думаешь, они отреагируют как-то, что-то там сейчас изменится с уже уложенным тротуаром? Судя по личному опыту, у нас все-таки чиновники в Кирове довольно отзывчивые и довольно хорошие люди. То есть я думаю, что если критика конструктивна, то в итоге это, ну, все равно, учитывать их компетенции, да, какие-то возможности, то обычно всегда к ней прислушиваются. Если уж не в этот раз, то в следующий раз они делают уже гораздо правильнее, чем было. Я вижу, что у тебя, ты разрываешься между тем, чтобы дать какие-то нашим чиновникам авансы, что, не, ребят, вы же сделаете, правда, вы же хорошие чуваки. И между тем, что все-таки ты видишь, что команда-то старая, и если они раньше не делали, то вряд ли они сейчас что-то сделают по-новому. Не вижу никаких, как бы... Про старую команду просто, и это была ремарка к пресс-релизу, а по поводу, ну, почему, что нельзя в 50 лет обучаться или в 60. Я думаю, что человек, он такой, что он может, как бы, получать образование непрерывно. Не только там в 25 лет закончил университет, и все, и перестал образовываться. Сейчас, насколько я знаю, есть курс повышения квалификации и для работников администрации, и для главы администрации. И они же недавно ездили на какие-то форумы, как бы всероссийские. Это постоянное повышение квалификации. Так что я думаю, что надежда лучше всегда есть, даже со старым персоналом. Ну, и кроме того, у нас же есть новинки в деятельности администрации. В частности, администрация стала реагировать на критику в пабликах. Паблик, почему-то, которому особое внимание оказывает администрация, это злой кировчанин. Я, честно говоря, не подписан на этот паблик и не могу на нем рассуждать. Ну, нет, я слышал это на форуме на каком-то, да, который был недавно. Я думаю, просто это разовая какая-то вещь, показать, что мы его слышим. Потому что та помойка, которая сейчас из себя представляет злой кировчанин, я не думаю, что... Помойка? Ну, да. Абсолютно анонимная помойка. То есть к таким заявлениям, я думаю, что не стоит прислушиваться. А вы же давно на красивом... Да, в администрации есть и раздел, куда можно обратиться, и неанонимно, и по закону, по федеральному. Чиновники будут обязаны реагировать и гораздо эффективнее писать туда. И по моему личному опыту, у меня за все время там было 11 обращений. Все 11 обращений были решены. То есть у меня убрали там разбитую машину, которая стояла 7 лет. У меня задели все тротуары и там урны сломаны, поставили на место. То есть это все работает. По работе администрации... Нет, гораздо быстрее, чем... Да, по работе чиновников с социальными сетями мы... О работе чиновников с соцсетями мы поговорим подробнее после короткого перерыва. Сейчас на 30 секунд буквально мы уйдем на информационный выпуск. Особое мнение на 101FM Продолжается программа «Особое мнение». У микрофона Светлана Занько свое особое мнение сегодня высказывает координатор движения «Красивый Киров» Анатолий Курбатов. Про соцсети и реакцию на них наших городских властей. Здесь совсем недавно, буквально на прошлой неделе, на позапрошлой неделе проходил форум «Инициативный граждан», где представители администрации города Уфы делились активно опытом о своем участии в социальных сетях. У города Уфы есть своя страничка во всех соцсетях, начиная от Инстаграма, заканчивая одноклассниками. В «Контакте» у них 90 тысяч подписчиков. И как нам рассказывали в дальнейшем здесь, в этой студии, заместители главы администрации и его замы, каждый чиновник ведет еще свою страничку в соцсетях и в режиме онлайн работает с обращениями граждан, в частности, даже в режиме видеоконференции. Вот я не знаю, с этим ли это связано или нет, но именно после этого форума появились заявления городской администрации о том, что они реагируют на жалобы кирочан в социальных сетях. В целом, наверное, это неплохой тренд? Ну да, это потому что соцсети это уже такой сложившийся, как бы правильно сказать. Ну да, это современность. То есть у нас был яркий пример предыдущего гумератора, который был активным пользователем соцсетей. И у нас было несколько вопросов решенных, просто через один твит. Через один твит? Да, с упоминанием. То есть, в частности, за прошлом году зимой поставили ларек прямо против ЖД вокзала, прямо за скульптурой, посидим на дорожку, который там абсолютно никак не описывался. Один твит с упоминанием белых. Он ретвитнул, по-моему, Вершинину. И типа, напишите им письмо Кризина. Или как-то так, я сейчас не помню. И все, проблема решилась буквально через 3-4 дня. Да, но наше правительство областное до этого еще не дошло. Я думаю, не дойдет, потому что, когда в прошлом году Васильев временно возглавил регион, он в одном из интервью сказал, что Фейсбук это не его, и вообще соцсети это не его. Это как бы так, не очень хорошо. Это не очень хорошо. Это вот позиция правительства. Да, но я думаю, что это довольно плохая позиция, потому что Фейсбук это не просто соцсети, а в принципе самая развивающая IT-компания в мире. И то количество возможностей, которое она может дать, просто не садится больше ни с чем. Насколько мы знаем, как раз в московской администрации тоже, как и в Уфе, просто обязывают у чиновников общаться и общаться в соцсетях. Я общаюсь с меня, несколько из друзей, знакомых, хороших чиновников в Москве, в Вологде, в Казани. Я общаюсь с ними через соцсети. Более того, мэр Вологды, допустим, Шулепов, он сейчас депутат Государственной Думы стал в прошлом году. Он не только отвечает на вопросы, он сам активно заходит по друзьям, по сейнаполенте. То есть он просматривает и комментирует, вступает в диалоги. Ну, судя, как я смотрел, минут 15-20 в день он на это дело выделяет. И это выглядит очень хорошо. Ну и, собственно, он в курсе всех проблем. На самом деле, чиновникам такого ранга это довольно легко, потому что у них бывают часто переезды, перелеты, и у них для этого есть свободное время, чтобы быть в курсе. Чтобы получать информацию о том, что ты начнешь не только через сухие статистику, сходки, да, какие-то разнарядки, а именно из первых рук. Да, кстати говоря, я не подумала, что губернатор или человек, исполняющий обязанности, когда он едет в северный или в южный район Кировской области, имеет массу времени в автомобиле, чтобы и проверить сусети, и ответить, и дать распоряжение. И заодно проверить, хороша ли, устойчива ли связь. Да. Вот. Но в этом смысле будем надеяться, что городская администрация более передовой окажется, чем нынешнее правительство. И дай бог не остановится только на нескольких заявлениях о том, что они реагируют на злого кировчанина. На вас, кстати, паблик на Красивый Киров реагирует? Ну, те вопросы, которые были у меня, они решались всегда оперативно. Я помню, что Владимир Васильевич Быков в бытность своим мэром говорил, что он Красивый Киров просматривает каждый день. Возможно, это надо было у него спрашивать. Да, он это заявлял. Хорошо, к следующему вопросу сейчас перейдем. Напоминаю, что это особое мнение Анатолия Курбатова, координатора движения Красивый Киров. Очень интересная вышла публикация, которую в своем блоге выложил Виталий Брам. Называется «Превосходное летнее содержание дорог». Он выложил табличку за июль 2017 года за подписью Менькина и Симакова, Олега Симакова, который сейчас возглавляет управление благоустройства транспорта и администрации Кирова, и Андрея Менькина, начальника дирекции дорожного хозяйства города Кирова, сводная ведомость средней оценки качества летнего содержания улиц города по подрядным организациям. Июль 2017 года им по пятибалльной системе, значит, оценки ставятся. Здесь порядка раз, два, три, шесть, восемь, восьми подрядчиков. У всех у них оценки не ниже 4,81 балла. В основном 4,93, 4,92. Вот такие оценки ставят подрядчикам за содержание дорог Симаков и Менькин. И любопытно, что когда мы делаем эфиры с подключением наших слушателей и просим рассказать, как прибирают их дороги, средняя оценка выходит на троечку, а то и с минусом. Вы с очень оптимистичные слушатели. Пессимистичные? Оптимистичные. Оптимистичные? Конечно. Но им куда тягаться с Менькиным и Симаковым? Что скажешь на это? Без мата. Без мата, а то привлекут опять. Нет, это была шутка. На самом деле, я читал этот блог Виталия, эту запись. Он там, например, приводит в Хельсинки, что он сначала ссылается на администрацию города Кирова, которые говорят, что так и так, у нас слишком маленький бюджет, и на 10% только обеспечен, поэтому формально мы не можем ставить плохие оценки, потому что мы им не доплачиваем. Но такой подход, лично меня он не устраивающий. Виталий приводит, например, в Хельсинки, что у них там гораздо менее бюджета. На самом деле, он не совсем прав, потому что сама дорожная сеть, она хоть и большая, но в Финляндии, но там ее выбирают за счет управляющих компаний и собственников жилья, и многоквартирных зумов, и торговых центров. И сама администрация при том бюджете, который есть, она выбирает гораздо меньше. То есть цены по нормативу содержания уличной дорожной сети в Кирове, они абсолютно рыночные. И да, действительно, то, что там бюджет 10% всего, но это как бы не должно быть отговоркой, что вот так, так, все плохо, надо просто работать и увеличить его. Работать гораздо эффективнее, потому что даже вот эти 38 рублей за квадратный метр, которые выделяются. У нас есть очень много улиц в Кирове, которые в этом году вообще не прибирались. Это можно судить просто по зарослям травы и там небольшого кусальника на обочинах дорог. То есть было по ним видно, что в этом году и, скорее всего, даже в прошлом по ним не приезжала никакая уборочная, а они были оплачены. То есть в титулах там абсолютно все улицы есть. Зачем тогда вот это вот? Что за фельдкина грамма-то это? Что за ставление оценок таких близких пяти? Это абсолютно формальный подход к выполнению своих служебных обязанностей, которые как бы у нас превалируют в Кирове давно. Ну не только Кира, но и в России. Ну вот, кстати говоря... Потому что народ не требует. Вот потому что от Виталия Брама, да, мне вот... Потому что народ не требует. Мне вот интересно, он написал блог. Об этом написал. Интересно написал ли он заявление в прокуратуру, чтобы проверить, оценка это выстроена правильно или неправильно. Потому что на ткажем чиновника есть контролирующий орган прокуратуры. Если заявления нет, то значит, соответственно, и разбираться с ним будут. И в следующий раз поставишь снова эти же самые 49-48. Если ты уж начинаешь критиковать или как-то вопрос выяснять, давай доводи его до конца. Будь молодцом. То есть и нужно написать... Он подходит так же чисто формально, как и чиновники, которые выставляют три балла. Ну, я, наверное, тоже свой пример приведу. Я, наверное, тоже чисто формально, возможно. Я когда просто это увидела, эту красоту, я позвонила... Тем более, опять же, на сайте прокуратуры есть прекрасная форма обратной связи, где даже не надо, не будучи знающим законы, можно просто своими словами написать все. И там есть... И вот на содержание дорог пожаловать? Да, в том числе просто. Если это написано в открытых источниках, то просто делается ссылка и пишется, что так и так просим провести проверку, потому что и предложить пару фотографий, ну, не качество содержания дорог, а там уже прокуроры будут выходить на место и как-то выяснять это дело. Да, пожалуй, на своем опыте все-таки это попробовать испытать, потому что у меня-то просто образцовая улица для того, чтобы писать жалобы. Хорошо? Хорошо. Кстати говоря, и... Нет бумажки, не будет... Нет бумажки, не будет действия. Да. Да, судя по всему так. А есть бумажка, значит, все хорошо. Вот судя по тому, что написала городская администрация. Хорошо. На прошлой неделе в среду в программе «Урбан» мы здесь обсуждали вопрос о том, необходимо или нет собирать некий орган, некий комитет, который участвовал бы в формировании программы по городскому благоустройству, некий такой урбанистический совет. Здесь был Олег Симаков, который возглавляет благоустройство, здесь был Константин Сичихин, который является активистом ОНФ и возглавляет рабочую группу по контролю за ремонтом дорог, и представитель вуза Иван Губин. Нужен, не нужен, спорили, подключали город Уфу, главного архитектора, который рассказал, что у них такой центр действует, и он действует по инициативе мэра, который просто пять лет назад взял, собрал несколько специалистов из высшей школы экономики, из института «Стрелка», и за эти годы специалисты разрабатывали им программу развития и все необходимые действия. И Уфа сейчас имеет, собственно, эту картину, по которой движется и развивается. Мы знаем, что в Казани такая история тоже развивается. Почему Казань приводим? Потому что ближайшие нас соседы, и я знаю, что ты представляешь себе, что происходит в Казани в части благоустройства. Вот, где тоже активно учитывается мнение граждан, активистов, которые что-то понимают в урбанистике. Вот скажи, пожалуйста, по твоему мнению, такой орган вообще нужен нашему городу? У тебя просто не было в это время, мы тебя не подключали. Скажи, он нужен? Или это мертворожденная идея? У нас достаточно совещательных органов, где могут присутствовать граждане, горожане, для того, чтобы участвовать в развитии города? Тут, наверное, вопрос надо ставить не в нужности органа, а в желании ли руководства, кто принимает решения, иметь советников таких. То есть, первое, все равно все будет зависеть от администрации, а значит, главы администрации. Можно создавать хоть сколько угодно советов, органов и прочих рабочих групп, если у тех, кто принимает решения, не обязательно главы администрации, какие там, не знаю, у нас очень много решений принимают. Насколько я вообще понимаю структуру города Кирова, у нас основные решения принимают заместительные, а главы администрации по большому счету только их подписывают. Соответственно, если у тех, кто принимает решения, нет желания прислушиваться, они сами думают, что они в этом разбираются, их управление, отделы в этом разбираются лучше, чем сторонние эксперты, то ни от чего, от такого пользы никого не будет. Это было только отличение их от работы. То есть, это ты делаешь на своем опыте активисткам, такой вывод? Нет, это просто мое особое мнение. То есть, если с какими бы инициативами горожане не выходили, не говорили, что мы хотим поучаствовать в том, в том, спросите нас, давайте вместе организуем какой-то, там, этот же самый совет, с определенными полномочиями, конечно, вода, камень точит, если выходить постоянно, и различным группам населения с одними и теми же предложениями, конечно, у нас в этом плане администрация не только города, но и, в принципе, страны, очень чутко реагирует на запросы общества. То есть, все, что сейчас происходит там в городе, это, в принципе, просто нет запросов, по большому счету. Есть какие-то отдельные всплески, да, на каких-то отдельных площадках, но такого, как бы, целенаправленного понимания, да, у населения, как должно быть, нету. То есть, в этом плане абсолютно невежество, да. А правильно я понимаю, что со всех сторон не готовы? Вот мы сегодня сообщались с Стасом Суворовым, и когда они проводили митинг против торгового центра Крым, большинство проходящих говорит, так что, красиво же, что, стекло. Вот, соответственно, нет точки зрения, что у нас сегодня неправильно, поэтому мы, как бы, так и живем. Не надо винить в этом написании. Администрация у нас не откуда-то с острова появилась. Это точно те же самые люди, которые здесь выросли и живут. Да, то есть, абсолютно те же самые. Толь, то есть, ни с одной стороны реального запроса на такой некий объединенный орган в Сурболевске нет. Он есть, просто он недостаточно оформлен, чтобы... Недостаточно созрело. Такая необходима. Но если об этом говорить, конечно, он быстрее созреет. Сейчас прижимемся на короткую рекламу, две минуты буквально, и перейдем к другим вопросам, которые касаются благоустройства нашего города. В частности, проговорим про Кочеровский парк. Координатор движения «Красивый Киров» Анатолий Курбатов рассказывает сегодня особое мнение в рамках нашей программы. Микрофон для вас работает Светлана Занькова. Мы сейчас перейдем к Кочеровскому парку про то, как он благоустраивается сейчас в рамках федеральной программы. Я даже специальных вопросов каких-то задавать не буду, хотя у меня есть там несколько. Я хочу общий твой взгляд какой-то понять на то, как это благоустройство происходит, потому что, когда появилась информация о том, что деньги будут выделены, ты, естественно, как человек, который всегда за позитив, сказал, что ну круто, очень хорошо, все будет у нас один большой красивый парк. Я в просьбе еще одного чиновника писал заявление, чтобы как житель улицы Производственной, где я прописан, чтобы парк привели в порядок, потому что оно обязательно, как бы это федеральное условие, что был запрос от жителей. Финансирование. Окончательный проект, который будет сейчас реализовываться, он, конечно, очень-очень-очень слабый. К сожалению. На каком основании ты так говоришь? Потому что он абсолютно не соответствует современным требованиям. Он выполнен абсолютно формально. Я даже не думаю, не знаю, у меня большие сомнения, что люди, кто его проектировал, выходили вообще на место. Как так было, просто, не знаю, ужасно спроектировать то, что... Когда сложилось там, структурно, да, дорожки все эти, да, деревья, которые выросли, да, в каком они состоянии, там, и прочее, и так просто сверху нарисовать, там, восьмерочку, круг и еще какую-то, там, прямую линию в тех местах, где даже просто нет выходов, там, с многоквартирных домов, до выездов, то есть, ну, это выглядит очень-очень-очень смешно. Смешно? Ну, в смысле, плакать хочется. То есть, там сейчас уже идут устроительные работы? Ну, если... И деньги эти будут вкопаны в восьмерочки с вот этими вот... Так, если смотреть на практику, там ничего не изменится, они доведут все до конца. И мы получим вместо такого хаотичного, которого было, гораздо хуже. Ну, и плюс еще... Еще хуже? Там был не очень ухоженный, но, по крайней мере, с натоптанными людьми дорожками. Сейчас будет ухоженный, но протоптанный во всех других местах, и, соответственно, это будет выглядеть гораздо еще хуже, чем просто неухоженный пустырь. Мне так кажется. Почему такая история складывается? Опять я задаю вопрос. Ну, я думаю, тут вопрос все-таки компетенции тех, кто принимает решения. Все-таки мы к компетенции обратно возвращаемся. И к желанию работать. Вот именно в этом вопросе, да, я думаю, тут очень слабо проекта виноват. И непонимание тех, кто в итоге принимал решение, что этот проект будет реализован именно в качестве этого проекта. То есть, ну... А они скажут нам, они нам скажут, что у нас не было времени в новом формате, значит, в соответствии с время пересматривать проект. Проект 11-го года. Сейчас 17-й год. Ну, как так нет? Денег тогда не было, поэтому и не меняли проект. Потом они появились, а времени не было. Они заплатили деньги, проект разработан не просто, не бесплатно. Там были такие довольно рыночные цены, и проект был разработан за хорошие деньги. Почему его приняли в таком состоянии, в котором есть, ну, это вопрос-то чиновники те же самые остались. Ну, вопрос только один. Ну, один может быть. Человек, который отвечает за приемку какого-то проекта. Либо он не понимает, что он принимает, да, вообще, в принципе. Нет, ну, есть, конечно... Либо он мыслит категориями каких-то там 20-30-40-летней давности, либо ему просто все равно. Еще есть четвертый вариант, который, скорее всего, и сработал. У нас есть нормативы, ГОСТы. Они как раз 30-40-50-летней давности и чиновники, по которым работают. Хорошо, тогда скажи мне. Если там прописано, там шея на дорожке такая, высота кустарников такая. твоя любимая Казань, которую ты все время в пример приводишь с ее парками и скверами, как же они справляются с этими ГОСТы устарелыми? Ну, там появился, видимо, запрос от населения, что... И в Москве то же самое происходит. И в Уфе то же самое происходит. Там более активное население, если мы даже по доходам, по всему. То есть только люди это решают? Нет, конечно. И решение принимают чиновники, да, руководство регионов, но запрос все равно происходит от жителей. Если в Кирове никому ничего не надо, условно, я абсолютно понимаю любого чиновника, от которого ничего не требуют. Он все равно получает зарплату, он так и будет ходить и условно работать. Ну, то есть он будет работать, конечно, но подгонять себя не будет, там, геройствовать не будет, то есть он будет просто выходить в свою половину, в свою обязанность в рамках тех, там, бюджетных кодексов, которые у него есть. Ну, вообще удивительно, ты знаешь, я вот сейчас, конечно, так вот немножечко подумала. Есть вот, кстати, благоустройство, которое мы взяли в первой части, Казань, которое сейчас вспомнили, я прошлую неделю полторы там с лишним провел в Казани, выезжая, просматриваем, как бы, соседние города под переезд. За неделю жизни в Казани не встретил ни одной, не то что ямки, даже трещинки на дорогах, абсолютно все дороги ровные, абсолютно везде есть разметка, абсолютно везде есть свободные карманы для парковки, никаких практически пробок нету, и есть тротуары, и я брал самокаты для детей, и за неделю гуляния, они один или два раза все же съездили, чтобы переступить через бордюр. Абсолютно везде съезды сделаны именно для населения. А как парки функционируют? Там инвалиды ходят по улицам, инвалиды ездят на автобусах, в колясках, то есть не как у нас там, я не знаю, как у нас вообще мод инвалиды залезали любой условный на коляске ехать в автобус, я за 35 лет жизни здесь этого ни разу не видел, в Казани за неделю я видел это раз 8 или 9. В парках, ну парки там у них тоже должно быть называться парками. И в отличие, кстати, от наших парков, у них в каждом абсолютно парке общественный туалет. В некоторых даже не один, и не два, и не три, а больше. И туалеты бесплатные, и туалеты чистые. Но сейчас скажут нам, у Казани денег больше. У Казани денег точно не больше, потому что бюджет Казани 19,5 миллиардов, и население 1,2 миллиона. У нас бюджет чуть меньше 10 миллиардов, и население 500 тысяч. У нас больше бюджет, чем у Казани получается. Если делить на конкретное число населения, на одного человека, то у нас он выше процентов на 50. Если брать площадь, то там разница вообще в полтора раза в нашу пользу. Я считаю это эффективностью работы чиновников. Показатель все, показатель эффективности. Что на более, меньшее средство, да, пересчете на количество человек. значительно качественнее среда. Ну нет, ну тут тоже не надо только в Кировской области ухудшать. Казани в лидерах, наверное, даже на лучшем, наверное, и Москве, если бы не побоюсь этого. А по сравнению с Нижним Новгородом, с Иржевском, с Пермьем, конечно, и с Кировом в том числе, они ушли далеко вперед. Что это, как это, ну не знаю. Что за чудо такое? А почему такое? Я не думаю, что там народ какой-то другой. У них есть какая-то обменяющая идея, да, в виде национальности. Если так сравнить по чиновникам, у них давно, по-моему, никогда не было чиновников не местных. То есть руководитель региона у них там всегда местный человек, да, сейчас Мениханов, до этого, ой, сейчас не вспомню, да, Шемеев был. Глава Казани там тоже нет, как у нас глава администрации, глава города, у них полное единое чале, то есть один человек выполняет обе функции. То есть вот такие нюансы брать, возможно, в этом что-то есть, да. Возможно, в том, что как бы когда глава региона планирует жить здесь, что его дети будут жить здесь, он, ну, как-то более ответственно к этому относится, да. Даже не то, что более ответственно, вот ответственность одинаковая, но думает он не то, что тактически, стратегически более грамотно, потому что выстраиваете, там, перспективу, не перешать, что там 4 года на 40, там, или 5 далее, сколько у нас сейчас выбора губернатора, а там на 40, на 20. Только бы нас сейчас не привлекли опять за антиагитацию, даже не зная, что мы не называем фамилии. Отключен фамилия, да и предыдущий губернатор тоже у нас был неместный, я образно говорю, да, и до этого, если брать там десятников, он тоже, по-моему, приехал к Самарскому области, да, то есть тут формально, как бы подход не именно к какой-то личности. Мы никого не критикуем, мы не знаем причины, пытаемся строить догадки, почему же в Казани такое чудо. Вот, ну там действительно чудо. Там действительно чудо. И очень жалко слышать, что ты присматриваешь место для переезда. Ну, не мот на 10, а для детей. Для детей? Да. Да. Сейчас вот один из чиновников, я думаю, и не один из правительства, бы сразу так. Что за агитация уезжать из Кирова такая? Ну, я не вижу, что город или область заинтересованы во мне там или, допустим, в моих детях, чтобы они жили здесь. Тут делается все, чтобы так, им не хватает только баннеров, убирайтесь отсюда. Да? Ну, вы же здесь живете. Это до чего вы довели самого позитивного активиста нашего региона, что он сейчас делает впервые на моей памяти вообще такое резкое заявление по этому поводу. Действительно, что опускаются руки, не видишь возможности вообще достучаться, как бы сформировать действительно запрос. Они есть, но жить-то, я думаю, надо все-таки... Сейчас здесь, а не когда? Не только здесь сейчас, но хотя бы ощущать перспективу. К сожалению, при ощущении перспективы для меня в Кировской области пропало абсолютно. Ну, не то, что пропало, она очень зыбкая и неустойчивая. И я, Мотоси, еще готов, но я не думаю, что хочу такую судьбу своим детям. Ну, просто такая банальность, как там ровные тротуары, когда ты и они освещенные, и там места отдыха, а такие базовые уровни, вещи, которые должны быть, да, их просто здесь нету. Это все связано с безопасностью, это все связано с мироощущением. Да, это все такие вещи, которые на второй третий день становятся, ну, как бы, такими вещами, которые, когда я приезжаю, что, думаю, что ужас все. И никакие заявления наших властей, что здесь будет город-сад, лучший город в России, тебя не уверят? Ну, слова словами, надо смотреть на дела все-таки. А дела? Дела, к сожалению, как бы пока не успеваю за словами. Будем надеяться, что успеют, и даже, может, перегонят, но пока так, как есть. Это Анатолий Корбаков, его особое мнение. У нас остается буквально полторы минуты. Давай все-таки традиционно, на позитивной какой-нибудь ноте, да? Ну, что хорошего-то все-таки мы сейчас можем отметить. Ну, хотелось в хорошее, а всплывает почему-то в голове слегка подпорченное пианино, которое вы установили в Агаринском парке. Что случилось? Что с ним случилось? Ну, кто-то там его перевернул, но он уже стоит на месте. Напоминаю, что в Агаринском парке было установлено второе пианино. Да. Первое в Александровском. Да, стоит сейчас. Что произошло там? Ну, какие-то вандалы просто уронили, вырвали клавиши. Вырвали клавиши, уронили фортепиано. Да, сейчас она стоит на месте, как бы вирт не портит, но скорее всего... Играть на нем невозможно. Скорее всего, да, мы его в ближайшее время увезем, и в этом году уже ставить не будем, потому что сейчас уже начинается холодный сезон, а на будущий год поставим там новое пианино в таком же цвете, с таким жесткостью, и постараемся к этому времени сделать видеонаблюдение, чтобы вот этот вандализм был уже небезответственный. Вячеслав Николаевич Симаков, глава теруправления Полинского района в курсе. Он в курсе, да, мы сегодня с ним зазвонились. Что он сказал? Ну, вот его слова, я считаю, передал, можно сказать. Что будет видеонаблюдение? Ну, не то, что будет, но в эту сторону все равно надо работать. Вот эту историю с видеонаблюдением в парках мы, кстати, здесь обсуждали. Просто он же говорил к его словам, что этот парк незаслуженно забыт и никак не используется. Чтобы туда пришла жизнь, там в том числе должна быть и безопасность, да, и освещение. То есть там надо провести освещение, поставить видеонаблюдение, и парк сам по себе начнет оживать. Будут приходить люди, за ними придет бизнес, да, и будут отказаться деньги в инфраструктуру парка. Да, вот это вот, давай таким призывом. Такие банальные слова, вещи, которые... Такими банальными словами, таким призывом к нашим властям мы и закончим сегодняшнее особое мнение. Напоминаю, что его сегодня высказывал координатор движения Красивый Киров Анатолий Курбатов. Спасибо тебе большое. У микрофона работала Светлана Занькова. Всем доброго дня. До свидания. Особое мнение на 101FM Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok